Всем привет! Это второй выпуск передачи «Славянские корни». Ну, сегодня мы коснемся вспомогательных глаголов в таких языках, как английский, немецкий, даже латынь. Но сначала, в качестве примера, мне понадобится фраза на старославянском языке из летописи. Вот, когда Владимир выбирал государственную религию и ему предложили мусульманство, то Владимир ответил «Веселье Руси есть пити». То есть, ну, не может Русь без алкоголя. И просто мне эта фраза нужна потому, что в ней есть нужные составляющие. «Веселье Руси есть пити». Кстати, вот потом в русском языке окончание «пити» преобразовалось в «пить», а в украинском оно так и осталось «пити». Оно чуть-чуть изменилось и на «ы». Так вот, в старославянском хорошо прослеживается, что осталось еще частичка «есть». Вот сейчас бы сказали «Веселье Руси пить» или «Веселье Руси в питье». А Владимир сказал «Веселье Руси есть пити». Вот это вот «есть» — это ключик к пониманию, почему в английском или в немецком используются вспомогательные глаголы. В немецком языке мы знаем такой… Мои собаки шумят. Кузя, успокойся. Вот в немецком языке есть вспомогательный глагол «ист». Вот это вот «ист» — это наше славянское «есть». Немецкое «ист» — это «есть». В английском вспомогательный глагол «из». «Ис» — это славянское «еси». Латинское «est» — это тоже славянское «есть». Кстати, некоторые фразы на латыни звучат вполне по-славянским. Например, «тибе» — «эт игни» — «тебе» и «огню». Это была приписка к секретным запискам. То есть, по прочтению «сжечь» — «тебе» и «огню». «Тибе» — «эт игни». «Огонь» — «игни». «Тибе» — «тебе». Поэтому вот все эти вспомогательные глаголы «ист», «эст», «ист» — это производная славянских «есть» и «еси». На этом все. До новых встреч в славянских корнях!